Дорогие мои, всех приветствую на моем канале, рада всем моим единомышленникам. Сразу же хочу сказать, что, вернее, высказать мою гигантскую благодарность всем тем, кто в эти нелегкие времена помогает моему каналу донатами, так как мы, блогеры, сейчас вот уже второй месяц, как работаем, совершенно бесплатно на российскую аудиторию, в связи с санкциями нет, у нас монетизация, ее у нас YouTube подключил, поэтому я только для тех, у кого есть такая возможность, оставляю ссылку на мой донат под этим роликом, и, конечно же, благодарю всех, кто помогает и донатит к деншику на развитие моего канала. И лично хочу поблагодарить за помощь людей по имени Виктор, Ирина, Дмитрий, Роман, Антон, Татьяна Дерновая, Андрей, Евгения, Наталья и Ольга Вайсман. Друзья, огромное вам от всей души спасибо за вашу помощь. Сейчас в этом ролике, опять же, я хочу немножечко рассказать вам о том, что у нас сейчас происходит в Италии, потому что важно понимать, для тех, кто живет сейчас, допустим, в России, да, или, потому что не в Европе, да, и не знает, а в Казахстане, в других разных странах, и не знает, что у нас здесь происходит, очень важно понимать, потому что некоторые моменты, которые в политических кругах, освещаются там же на Телеграме, да, вот мы смотрим, и многие мне задают вопрос, а почему политики итальянские или европейские вообще так-то поступают или иначе, что они вообще думают, как они собираются жить без российского газа, да, в общем-то, как реагирует общество, это важно понимать. Значит, что касается Европы, Европа прекрасно понимает, что ей надо как-то выживать, сложившаяся ситуация. А выживать очень сложно, если ты зависишь на такой огромный процент, ты зависишь от России. То есть Европа, действительно, Германия, Италия и многие другие страны, они практически, их уровень выживания, даже не благосостояние, а выживание, зависит от российских энергоносителей. Украина бьет во все колокола и постоянно умаляет и требует, чтобы Европа, в конце концов, закрыла приток денег в Россию путем продажи российских энергоносителей, да, то есть Украина, в общем, требует, и у нас тут по всем передачам, по всем каналам показывают постоянно сейчас уже вот этот спор между каким-то приглашенными украинскими, значит, гостями, да, на передачи или даже проукраинскими итальянцами, да, теми, кто выступает на стороне Украины, и между теми, кто выступает на стороне Италии, да, то есть не России, а именно Италии, то есть за себя самих. В чем тут проблема? Проблема тут в том, что если закрыть газ российский, значит, для итальянцев, это означает действительно огромные экономические проблемы, значит, начиная с того, что если повысится в 2, в 3, в 4 раза, а уже в 2,5 раза повысилась цена на освещение, то есть на свет и на отопление, и на все уже повысилась в 2,5 раза, то есть у нас уже закрывается бизнес, реально мелкий и средний бизнес закрывается, какие-то отдельные предприниматели, магазинчики, значит, продажи каких-то мелких товаров, продажи продуктов питания, должны сейчас платить в 2,5 раза выше всей электроэнергии. Что касается производства, все производство начинает закрываться, да, вот все компании мелкие и средние, которые производили, фермеры, производство металлургии, производство мебели, да всего чего угодно, то есть все, что можно взять касательно производства каких-то фабрик, все это напрямую связано с очень большими затратами электроэнергии, и, безусловно, они не могут платить в 2,5 раза выше, в то время как продажи все упали. Продажи все упали, и не только за электроэнергию они должны платить в 2,5 раза выше, но также и за закупку первичных материалов для изготовления того или иного товара. Все повысилось в цене, а продаж практически нет. Это становились поставки, Россия была одним из главных закупщиков России, Украина, одним из главных закупщиков вообще большинства итальянских товаров, как продуктов питания, так и вообще любых товаров, да, и мода, и изделия мебельные, и все на свете, вы сами понимаете. Поэтому Италия сейчас в страшнейшем кризисе, этот кризис намного страшнее, даже чем тот, который был вот в эти 2 года в связи с ковидными ограничениями, и очень многих, многие дают сейчас итальянцы интервью, идут на каналы, то есть уже все, уже там, даже там нет цензуры практически, потому что там уже все итальянцы бьют во все колокола и кричат, что мы не должны поставлять оружие на Украину, то есть они против поставок оружия на Украину, потому что они считают, что поставляя оружие на Украину, они продлевают, значит, военные действия, и тем самым они будут вынуждены втянуты вот в эту воронку натовскую, для того, чтобы отказаться от российского газа. А что значит отказаться от российского газа? Во-первых, это означает, что тотальное закрытие всего бизнеса, значит, отсутствие вообще каких-либо товаров и услуг, да, и, значит, потери, естественно, вот представьте, какие-то фабрики, заводы, предприятия, да, которые закрываются моментально, потому что они не могут платить такие гигантские счета. Это тысячи и тысячи людей, теряющих работу. Значит, в каждом городе это могут быть сотни тысяч людей, потерявших работу. А что делать? Начнутся восстания, начнутся недовольства народа, начнутся какие-то демонстрации, какие-то, понимаете, погромы, да, правительству это невыгодно. И, естественно, несмотря на то, что наш Марио Драги, он, конечно же, идет на стороне НАТО впереди всех, да, и выступает за, именно за Украину, но народ-то понимает, да, и вот все остальные, кроме Драги, в том числе в правительстве, все очень переживают и как раз-таки считают, что поставка оружия на Украину и помощь Украине не есть благо для Италии. И это, я сейчас говорю чисто то, что говорится в Италии, да, то есть недовольство граждан, недовольство в том числе и в правительственных кругах, огромное растет недовольство именно вот тем, что НАТО разжигает, и НАТО, как бы поддерживая Украину, продлевает эту войну. Очень многие высказываются в передачах итальянцев, говорю сейчас, да, то есть пока дело касается всего лишь помочь несчастным беженцам, или поддержать морально, или посочувствовать, да, или повозмущаться о том, ой, какие ужасные вещи творятся, это одно, и итальянцы на это, конечно же, готовы. Но, когда они понимают, что в их дом входит проблема, что они могут пострадать от вот этого сочувствия, и, к сожалению, это так, от вот этого сочувствия и помощи Украине, к сожалению, Европа сейчас будет очень сильно страдать, если она пойдет на все требования Украины по выполнению вот этих новых самых страшных санкций и эмбарго энергоносителей, да, то не просто пострадает, а будут ужасные вещи происходить в Европе, и просто люди останутся и без работы, и без света, и без хлеба, и вообще без ничего, да, и вот эти страшные вещи допустить, конечно же, нельзя, итальянцы и вообще европейцы очень из многих стран, в том числе Германия, это прекрасно понимают, потому что огромный процент поставлялся именно из России всей электроэнергии, поэтому вот сейчас растет не то, чтобы поддержка России, не могу сказать, что многие выступают за Россию, за Путина, этого я не вижу, но есть такой, понимаете, вот какой-то, ну, так скажем, почефистик называют, да, вот такие миротворцы, которые считают, что если что-то договариваться нужно именно дипломатическим путем, и что военный путь решения проблемы ни к чему не приведет. Вот, например, мы видим, что Шольц заявил, да, что эмбарго на газ из России недопустимо, он понимает, о чем он говорит, он не хочет, чтобы в его стране началась гражданская война, да, из-за того, что им нечего есть, и они все, у них все закрылось, все производство, и вообще все встало, да, из-за того, что нечем платить за свет и газ. Значит, он говорит, эмбарго на газ из России недопустимо, поскольку не приведет к окончанию спецоперации в Украине, но будет иметь значительные последствия для Германии и всей Европы. Ну и следующая новость из Италии. Этим летом в Италии будет очень жарко, потому что ввели ограничение на охлаждение с помощью кондиционеров в помещениях. То есть самое минимальное, значит, охлаждение это плюс 25 градусов. Ниже этого уже запрещено включать кондиционеры и будут проводить контроль, проверки и штрафовать. А что это значит? Что будет очень жарко в помещении, что действительно людям просто нечем будет дышать, потому что если ставить кондиционер на 25 градусов, учитывая, что на улице 40 градусов, то ну насколько он охладит помещение? Ну где-то до 30 градусов, да, то есть в общем-то в помещении 30 градусов это тяжело переносить. Итальянцы вообще тяжело переносят жару, они всегда очень сильно включают кондиционеры во всех помещениях, в магазинах, в офисах, да, и, конечно, для них это уже очень тяжелая, неприятная новость, да. И опять же бьют тревогу, еще очень важная новость. ООН бьет тревогу. Треть полей Украины непригодна для посева из-за военных действий. Возможен голод во многих странах мира. Проблемы ожидают такие культуры, как подсону, пшеница, рожь и кукуруза. 36 из 55 стран, испытывающих проблемы с продовольствием, зависит от импорта из Украины и России. Понятное дело, что импорт из этих стран сейчас остановлен. Понятное дело, что в Украине вообще невозможно сейчас ничего сеять, посевная действительно очень сильно пострадала. А что касается России, то весь бизнес России сейчас стоит, что санкции, вы сами понимаете, еще очень интересный момент, который я вот услышала, и опять же роя в этом направлении, что понятное дело, что зерно доставляется из России на Европу, но семена для того, чтобы это зерно взрастить, они все-таки, оказывается, импортируются в России. То есть у России нет семян, как таковых. И получается вот такой замкнутый круг, и импорт-экспорт стоит. И естественно, значит, мировая общественность бьет тревогу, он бьет тревогу из-за военных действий в Украине, которые все продолжаются и продолжаются, непонятно, когда уже, когда уже все это закончится, мир рискует реально голодом. Поэтому-то и выступают вот эти миротворцы-итальянцы за то, чтобы прекратить снабжать Украину оружием. Повторюсь, я только лишь передаю то, что общественность итальянская обсуждает. Значит, они поэтому выступают, говорят, что если мы будем продолжать снабжать вместе с НАТО оружием Украину, то мы действительно будем все продлевать и продлевать и продлевать все эти военные действия. И тем самым реально мир ждет голод. Ждет голод и вообще непонятно что. И они считают, что нужно договариваться садиться за стол, организовывать мирные переговоры и прекращать все это дело. Вот за это выступают итальянские. Именно за дипломатию выступают итальянские миротворцы. А сейчас хочу перейти к нам очень важному факту, который сейчас ходит по интернету, его все репостят. И ко мне, естественно, так как я живу в Италии, обратились, подписчики очень многие написали, спросили, Катя, это правда или это фейк? Расскажите, объясните, что происходит. Значит, ролик, который ходит по интернету, где показано, как в Италии продаются огромное количество вин, бутылки вина, продаются с наклейками, с этикетками Гитлера, Муссолини и других диктаторов мирового уровня. Давайте посмотрим этот ролик, и потом я вам расскажу, я узнала и проинформировалась о том, где это, и сразу скажу, что да, это правда, это не фейк. Ну, посмотрите ролик. Вин, вино, вино с Гитлера, вообще. Он с Чиггарой, слышишь? Он с Чиггарой. Что торжествует. итак о чем речь речь идет о том что это всего лишь бизнес и ничего личного так объяснил в общем-то свое занятие хозяин лавочки так скажем да это компания итальянская который производит вот эти вина ну давайте же сразу с вами пойдем на сайты источники информации чтобы я не просто голословно чтобы вы сами поняли о чем вообще идет речь итальянский сайт один из который говорит об этих бутылках значит что нам тут пишут давайте перейдем с вами на русский язык чтобы вы тоже понимали вино с этикетками муссолини и гитлера это бизнес значит вот пожалуйста их судит история а рынок ищет их как показывает история фабио бога основная компания и винни ностальджичи расположены в сэдика провинции белуна растущий рынок на котором этикетка с изображением гитлера не имеет себе равных после него самым востребованным на столах является дуче это значит муссолини сотни проданных бутылок 90 имеет фотографию гитлера рассказывает владелец этого бизнеса рост права группировок увеличивает продажи особенно за границей здесь нам говорят что он 25 лет на рынке это у него семейный бизнес виной а чисто для забавы ради интереса они создали вот такую линию поняв что что это пользуется успехом и вот родилась такая бизнес идея взгляд обращал в прошлое но есть и те кто мечтает о настоящем среди заказчиков и заказчиков есть те кто просит меня печатать лица современных политиков они просили меня этикетку с берлускони например ну вот он не захотел этого делать он говорит в начале его коммерческой деятельности суд боль цена вынес решение по этому вопросу который напомнил тем кто ссылался на апологию фашизма что закон запрещает не критическое преувеличение как сама цель словесный фанатизм гиперболические похвала судя своем резюме подчеркивать что намерение произвести производителя состоит не в том чтобы провознести того же муссолини а в том чтобы вино который продает пока показать что она достойно известного человека так суд посудил мало того самое удивительное пишет он что есть люди которые не заботясь о получении информации глупыми доносами заставляет правосудие тратить время да то есть вообще-то суд его никак не осудил хотя суд был и вообще-то суд после что это чисто историческая затея не имеет совершенно с политикой ничего общего учитывая то что это это же написано и на задней стороне бутылки что мы не представляем никаких политических целей не преследуем вот так а вот пожалуйста сайт курьеры дель вене то это издание из региона вене то я перевела опять же вам через google это на русский язык нам говорят что вот верона вино гитлер возвращается в году последние бутылки раскуплены муссолини тоже на прилавках остатки коллекции сняты из производства здесь нам говорят опять же о том что был суд вот они говорят суд больца она также расследовал возможно преступление апологии фашизма в то время в провинции которые появились другие подобные примеры бутылок для продажи то есть их было несколько значит и был произведен суд однако он не привел никакому результату значит будет бутылки с гитлером и муссолини разлетаются как горячие пирожки они пишут особенно видимо гитлера который тут же исчез прилавка в городе гарды эти две этикетки являются частью серии которые пьемонтская винодельня уже давно посвятила исторической памяти сочетание с превосходными винами призвано помочь тем кто их выбрал запомните прежде всего не забыть и вот так значит говорит компания производитель читаем на обороте где также указано на обороте бутылки эти ярлыки не политически мотивированы то есть это вне политики мы чисто за историю значит так производитель это преподносит коммерческая идея направленная на ностальгирующих коллекционеров мягко говоря весьма сомнительно комментирует карло салетти историк из вероны мне кажется что память здесь возложила на паре алкоголя и я предпочитаю больше ничего не добавлять то есть значит а о чем мы говорим о том что итальянцы возмутились и даже подали в суд но этот суд в принципе признал что это реально коллекция чисто историческая как например коллекция книг об истории жизни гитлера или муссолини да вот тоже самое также это было воспринято значит что нам еще говорят исторические персонажи пьемонтская компания которая утверждает что среди ее основных клиентов есть оптовик извини то по-прежнему находится в хорошей в хорошем состоянии некоторым пришла в голову этой идеи использовать исторические фотографии также там из че гевара сталин папа иоанн павел второй компания из города белу но резюмирует свою миссию следующим образом оценив требования рынка значит те кто ностальгирует так назвали компанию ностальжичи те кто ностальгирует они начали поиск исторических образов которые пробудили бы в каждом из нас разную ностальгию из 65 этикеток 27 имеют различные изображения гитлера со свастикой в комплекте 22 муссолини за ними следует че гевара сталин ну и другие да тут перечислятся что 2012 году владелец того же магазина гарда в отношении которую было начато расследование как обещаю как сообщает ansa этот значит сайт опять же информационный мотивировал свой выбор уважением к исторической памяти вот так друзья мои что значит да спор продолжается до сих пор но до сих пор эта компания действительно продает и мы можем с вами зайти посмотреть на их сайт вот официальный сайт этой компании вини лунардели точка ком переведем сейчас через через гугл на русский язык сюжетная линия der führer вы сами выбираете пожалуйста себе этикетку с фюрером вот тут разные варианты и это все человек сам выбирает заказывает и на и на вино ему наклеивают и он его покупает вот таким образом и все это до сих пор в продаже несмотря на суды несмотря на расследование однако же пока значит никому не удалось доказать что это является призывом к фашизму да каким-то пока на данный момент это все продается в качестве раритета исторического вот как бы чисто историческая память вот и все ну что дорогие друзья надеюсь я дала ответ на ваш вопрос потому что действительно огромное количество людей увидела что этот ролик ходил по телеграму многие его репостили но никто не знал откуда что правда или фейк или что за этим стоит вот вы сейчас знаете что за этим стоит какая компания за этим стоит какие суды были и можете сделать свои выводы да вот мир так устроен друзья мои что я могу сказать пишите ваше мнение в комментариях что по этому поводу думаете и благодарю вас конечно же за репосты за внимание за ваши за лайки за поддержку напоминаю еще раз приглашаю вас обязательно подписаться на мой канал телеграм где нас с вами уже более 124 тысяч это очень важный мой инструмент для общения с вами и для рассмотрения вообще различных вопросов и проблем социальных и политических с двух сторон плюс конечно же призываю вас подписаться на мой аккаунт вконтакте где я уже но там более такой личный блог делюсь каким-то фотками из личной жизни беседую с вами каких-то личных таких моментов да ну и что и конечно же мой бастион а бастион это аналог ютуба эта площадка без цензуры где я вставляю очень много важных моментов которые здесь вставлять не могу и тем более площадка который практически невозможно заблокировать потому что на блокчейн его и загрузив себе на компьютер приложение бастион вы будете иметь просто доступ к нему в любом случае даже тогда когда будут полностью заблокированы любые соцсети на территории рэп потому что он невозможно заблокировать вот так друзья мои подписывайтесь на все мои ресурсы на все мои источники давайте держаться вместе все все ссылки под этим роликом благодарю вас и встретимся в следующих роликах всем пока